МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11 сентября, вторник. Думская ТВ работает в прямом эфире. На главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Алла Есина. Здравствуйте. Не больше 10% таков прогноз инфляции на 2019 год от Кабинета министров. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман. По его словам, прогнозируется уменьшение предельного дефицита до 2,2%. Это та рамка, которую Украина должна удерживать, отметил чиновник. Гройсман заверил, что проект государственного бюджета на следующий год, до 15 сентября, Кабмин передаст на рассмотрение Верховной Рады. Там же и учтут данный прогноз. Для нас очень важно получать инфляцию ниже двухзначной цифры, ниже 10%. И, в принципе, то, что мы планируем на следующий год в державном бюджете. Битва за Медин. Валерий Запорожан, который 25 лет был ректором университета, продолжает бороться за свое кресло. По словам его сторонников, нынешнего в Рио ректора Владлену Дубинину, оппонента Запорожана отстранили от должности. Якобы есть соответствующее решение столичного суда. Об этом объявили в ходе собрания части трудового коллектива. Однако журналистам документ не показали. Нет его и в едином реестре судебных решений. Во вторник прошло очередное собрание части коллектива ВУЗа. Как минимум третье за последнее время. В аудитории собрались около 300 человек. Они обратились к премьер-министру с просьбой защитить университет от якобы незаконных действий Министерства здравоохранения. По решению суда и по решению нашего коллектива, то она не является проректором, а также выполняющим обязанности ректора нашего университета. Ни вчена рада, ни конференция трудового коллектива не мають повноважень обирати ректора. И тем больше не мають повноважень обирати виконачи обов'язки ректора. Поэтому, кто этот приказ, наказ подписывал про мое звільнение 6 вересня, и про что люди думали, я вообще не понимаю. Ульяна Супрун уволила Валерия Запорожана еще в июле. С тех пор в ВУЗе началось активное противостояние. Ректорат постоянно блокируют. В полицию поступают звонки о минировании, а в помещении разливают ртуть. Кроме того, Запорожан вместе с людьми в спортивной форме регулярно пытаются проникнуть в кабинет в Рио-ректора, чтобы забрать ценные документы, заявляют активисты. Действия бывшего руководителя раскритиковал Владимир Гройсман. Однако сторонники Запорожана по-своему поняли слова премьер-министра. Мы вчера услышали поддержку от нашего министра премьера, который сказал о том, что проект цитирует, что всех райдеров надо ложить лицом министерам. Если кто-то что-то захопит, я наголошу на том, если это спортсмены, не работники университета и так далее, для них покарание, как для рейдеров. Вы знаете мою позицию. Обличие в подлогу. Далее в райвидел полиции, а далее нужно разбираться по закону. С третьей попытки депутаты облсовета наконец собрались на сессию. Провести собрание впервые попытались еще в середине августа. В повестке дня 39 вопросов в зале 65 народных избранников. Заседание началось с почти получасовым опозданием. В основном депутаты принимали проекты решений без обсуждений. Однако бюджетные земельные темы вызвали много вопросов. Традиционно моими коллегами были замечены кнопкодавы, среди представителей оппозиционного блока. Не наркотик, а сорняк. Депутат от ОПО-блока Анатолий Чередниченко и его соратники пытались переубедить присутствующих в сессионном зале, что он не выращивал коноплю. А взял в аренду уже засеянное поле. Сделать депутата наркобароном пытаются якобы правоохранительные органы. Во время задержания рабочие как раз пытались перепахать землю и избавиться от сорной травы, настаивает Чередниченко. Напомню, в начале августа полицейские выявили 20 тысяч кустов каннабиса возле села Кислица Измаильского района. Питание про то, что я выращивал из села в коноплю, самое по себе абсурдное, потому что техника может туда зайти только в июле месяц. И когда мы зашли туда, уже конопля была скошена. 300 гектар, ресте конопля. Тобто, национальная полиция не должна, на вашу думку, никак реагировать. Ну, росте себе, росте. И не нужно рассказывать про какие-то репрессии або про что-то другое. Облсовет выделил средства на реставрацию древнего Акермана. Речу Север на стене крепости. Депутаты поддержали внесение изменений в бюджет региона. Как сообщил в ходе заседания глава собрания Анатолий Урбанский, финансисты обладминистрации просто перераспределили средства. И уже в ближайшее время подрядчик сможет приступить к работам по восстановлению памятника. Урбанский также напомнил, что в бюджете уже заложено свыше трех миллионов гривен на разработку научно-проектной документации. Уже выполненность в этом году работ на два с небольшим миллиона. То есть мы дали еще чуть больше для того, чтобы все те работы, которые ведутся с реставрацией Северной стены, были в этом году закончены. Строительство взлетки. Премьер-министр призвал мэрию и облсовет присоединиться к финансированию работ. По словам Владимира Гройсмана, правительство уже выделило на строительство взлетки 753 миллиона гривен. Напомню, строительство полосы ведется по проекту и смете 2013 года на общую сумму почти 1 миллиард 700 миллионов гривен. С учетом повышения цен в 2018 году у этих денег явно недостаточно. В начале этого года правительство профинансировало стройку на полмиллиарда, а в начале лета еще на 253 миллиона. Для завершения строительства к обмину до конца года необходимо найти чуть более 900 миллионов. Но, по мнению специалистов, для выполнения всего задуманного необходимо гораздо больше. И мы видели, как ведется строительство, наголошу, что 753 миллиона уже финансируется. Далее мы будем поддерживать финансирование. Очень важно, чтобы местная влада в рамках децентрализации взяла на себя обязанность финансирования этого важного инфраструктурного проекта. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ, им будет интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА